Группа депутатов предлагает запретить продажу алкогольных напитков на территории страны после 22 часов. Соответствующий законопроект депутат представил на заседании парламента. Народные избранники его тут же одобрили в первом чтении. Итак, продавать в магазинах алкоголь хотят запретить с 10 вечера до 8 утра. Подробнее расскажет Искендер Алиев. Группа депутатов предлагает запретить продажу алкогольных напитков на территории страны после 22 часов. Соответствующий законопроект парламентарии представили на заседании Джугур-Кукинеша. Народные избранники его тут же одобрили в первом чтении. Итак, продавать в магазинах алкоголь хотят запретить с 10 вечера до 8 утра. Эта практика работает и в Российской Федерации, и в Белоруссии, и в Казахстане. В членах ЕАЭС это работает. Поэтому, если мы этот закон не примем, то для компаний, которые производят алкогольную продукцию, мы, вот членов ЕАЭС, мы создаем очень хорошие благоприятные условия для того, чтобы они здесь продвигали свои товары на рынке. И наше население тем самым будет спиваться. И чтобы вот этого не было, мы хотим тоже ужесточить оборот алкогольной продукции. Говорит депутат Дастан Бекешев. Что же делать людям, которые хотят отдохнуть после трудного рабочего дня в пятницу, например? Кабаки, рестораны и кафе тоже не будут продавать водку, пиво и текилу после 10 вечера. Инициаторы законопроекта говорят, что изменения касаются только пунктов по продаже алкоголя, магазинов, супермаркетов. Кабаки мы пока не трогаем. В отношении кабаков нужна другая политика, там нужно лицензию сделать дорогой, потому что кабаки действительно продают это за алкоголь. С наценкой еще плюс 200 процентов. Вот представьте, если вы в Павеллионе покупаете водку за 100 сомов, к примеру, да, то в кабаке уже в том же ресторане и кафе они продаются по 300-400 сомов. Поэтому мы должны лицензию увеличить и государство должно зарабатывать. Говорит парламентарий. Люди такую новость восприняли весьма неоднозначно. 35-летний Андрей Валиев, например, очень не рад инициативе парламентариев. Говорит, что друзья в гости к нему могут приехать поздно, а если угостить их нечем, будет весьма нехорошо. Зачастую аппетит приходит во время аппетита. И что, если, например, в 9.20 или в 10.20 пришел ко мне аппетит, а у меня ничего нет? Как я куплю? Или мне что, получается, днем идти закупать впрок? У меня нет такой возможности. А если закуплю впрок, и мне не хватит, и мне будет мало, что мне делать? Это бесчеловечно, я считаю. Недоволен бешкекчанин Андрей Валиев. Ну а молодая студентка столичного вуза Наргиза Бишенбекова, наоборот, поддерживает инициативу запретить продавать алкоголь после 10 вечера. Жалуется, что очень много пьяных по вечерам на улице. С ней согласен ее одногруппник Азамат Чинарбеков. Я считаю, что небезопасно после 10 ночи гулять на улице, потому что неизвестно, ты встретишь там пьяных каких-то людей, да, и в пьяном состоянии, конечно же, они в таком состоянии, что даже сами не подозревают, что они делают. Говорит Наргиза. Она поспособствует тому, что будет меньше пьяных драк, ДТП каких-то, потому что, ну, как известно, большее количество вот этих инцидентов, всяких драк случает, ну, пьяные люди, ограбления, когда пьяные люди идут за очередной портой спиртного. И, как правило, это происходит после 10 часов. Утверждает студент Азамат. Многие жители не уверены, будет ли работать закон, запрещающий продажу спиртных напитков в ночное время, если другие, более важные законы не исполняются. Как и большинство законов на территории Кыргызстана просто останется на бумаге. Как были люди, которые продают продукцию алкогольную, так и будут продавать. Таких людей никогда мало не будет. Обязательно найдется человек, который хочет продать алкоголь и купить алкоголь. Уверен бишкекчанин Бахкыт Сатыбеков. Хозяйка продовольственного павильона в одной из новостроек Бишкека Айгуль так и намерена поступить. Отказаться от продажи водки и пива даже в ночное время она не намерена. Так как этот товар рентабельный, я отказываться не собираю продавать. Даже если будут запрещать, все равно все, и в том числе я, я считаю, что мы будем продавать из-под полы. Утверждает хозяйка ларька Айгуль. Депутаты подготовились к такому повороту. В ларьках и павильонах они собираются вовсе запретить продавать спиртные напитки. Причем в любое время суток. В отношении ларьков магазинов мы жестко прописали, что магазины меньше 50 квадратных метров не вправе продавать алкогольную продукцию. Заявил депутат Дастан Бекешев. В крупных торговых точках, сетевых маркетах заявляют, что вынуждены будут подчиниться закону, если он вступит в силу. Продавайтесь под полы, там точно не будут. Конфликты с законом, крупным супермаркетам не нужны. Все-таки что же делать, если время 22.00, а выпить очень хочется? Мои друзья, они тоже меня поддерживают и считают, что лучше всего это делать в кафешках, ресторанах или еще где-то в барах. Считает студентка Наргиза. Депутатскую инициативу поддержали в МВД, заявив, что алкоголь и преступления идут рядом, и что наибольшее количество тяжких правонарушений зачастую фиксируется в ночное время. Отметим, что законопроект сейчас только одобрен в первом чтении, и впереди возможны изменения и дополнения с учетом различных замечаний. Скандер Алиев специально для IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR Радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Услышимся.